Автошоп Внедорожник Скорость автомобиля Рено ограничат 180 км в час Илон Маск считает пиарщиков манипуляторами и по-прежнему игнорит прессу Оставайтесь с нами и вы узнаете еще больше В точку Б и с точки А, разгоняя облака Едет мой большой автомобиль Едет мой большой автомобиль Едет мой большой автомобиль Еще в 2018 году художник Никита Чуйко фантазировал на тему того Как может выглядеть внедорожник на базе пикапа РМ-1500 И сделал рендер гипотетической новинки А теперь американское тюнинг-ателье Хеннесси Перформанс Анонсировало такую реальную машину на базе экстремальной версии пикапа TRX Внедорожник получил название Хеннесси Маммот 1000 SUV И будет выпущен тиражом всего в 20 экземпляров Маловато, понимаешь? Маловато будет! Хеннесси уже 10 лет превращает во внедорожники Пикапы Ford F-150 Raptor с сопутствующим тюнингом К тому же в гамме самой компании Ford Есть полноразмерный рамный внедорожник Expedition Прямой родственник пикапа Ford F-150 Серийных внедорожников на базе РМ-1500 До недавнего времени не было Как? Как не было? А вот так не было и быть не могло! Вот вам! В марте дебютировал флагманский SUV Jeep Wagoner На шасси этого пикапа А специалисты Хеннесси решили работать непосредственно с первоисточником Точнее, с его экстремальной версией 1500 TRX, дебютировавшей в августе прошлого года Хеннесси уже представила на базе этой модели Предназначенной для быстрой езды по бездорожью Шестиколесный пикап Mammoth 6х6 Мощностью 1217 л.с. И более легкий 1026-сильный четырехколесный пикап Mammoth 1000 Теперь четырехколесный пикап превратился во внедорожник Mammoth 1000 SUV По части техники он унифицирован с одноименным пикапом 6,2-литровый бензиновый V8 Hemi форсирован со стоковых 712 до 1026 л.с. Ради чего установлены новый компрессор, высокопроизводительные топливные форсунки, усиленные шкивы, модернизированные системами впуска и выпуска с пониженным сопротивлением, улучшенная система вентиляции картерных газов и новая программа управления До 60 миль в час Mammoth разгоняется за 3,2 секунды. Четверть мили проходит за 11,5 секунд Ну, сберега машина! По сравнению со стоковом пикапом RM1500 TRX, дорожный просвет Mammoth 1000 SUV увеличен на 2,5 дюйма Установлены новые 10-спицевые 20-дюймовые колеса Hennessey, обутые в 35-дюймовые зубастые шины Передний бампер стальной, с интегрированным генгурятником и светодиодным прожектором по центру Пороги снабжены выдвижными подножками с электроприводом Кабина и кузов полностью объединены, швов между ними нет Спроектированы новые стойки и багажная дверь Салон трехрядный, семиместный Во втором ряду установлены два раздельных капитанских кресла, между которыми можно пройти на трехместную галерку За третьим рядом имеется довольно вместительный багажник Кто за то, чтобы признать работу удовлетворительной? Ну, а почему удовлетворительной-то? Признать работу хорошей, верно, славно потрудились, можно и хорошей Большие молодцы! Да чего там признать прекрасной и пойти домой, чего? Hennessey собирается выпустить 20 экземпляров Mammoth 1000 SUV Стоимостью 375 тысяч долларов каждый Для сравнения скажем, что пикап Mammoth 1000 стоит всего 135 тысяч долларов Но шестиколесный Mammoth 6х6 дороже полмиллиона долларов Вы не сомневайтесь, у меня эти деньги есть Вот, полный портфель Между тем, в Италии фирма Esnam делает на базе пикапа RM1500 еще более интересную конверсию А именно, роскошный внедорожный седан Palladium Ах, какая машина! Автомобили снастили мотором V8 с двумя турбокомпрессорами Его объем составляет 5,7 литра, а мощность 710 лошадиных сил Esnam – это итальянская компания, которая базируется в Монце и занимается кастомизацией автомобилей в течение последних 13 лет Подразделение Esnam Automotive планировало представить новинку в начале осени 2020 года, однако в итоге дебют пришлось перенести Большой внедорожный седан класса люкс Palladium рассекретили только сейчас Да, хороша, даже очень Я два раза ее видела, только издали Название автомобиля Palladium является отсылкой к архитектору Андрея Палладио Он жил в середине прошлого тысячелетия в Венецианской республике И был известен созданием проектов роскошных вилл и резиденций Любопытно, что своим псевдонимом творец обязан древнему артефакту Статуи, изображавшей Палладу Она изначально охраняла Трою Это слово, кстати, использовали для обозначения некого талисмана, который приносит удачу стране В свою очередь, новый внедорожный люксовый седан, на который создатели вдохновили президентские автомобили 30-х годов Предполагается для перевозки важных персон, к примеру, дипломатов и глав государств А я и в цари записаться могу Да! Кто тут, кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду! Разработкой экстерьера и интерьера Эзнам Палладио занималась дизайн-студия Камал Которая базируется в итальянском Турине Внедорожный седан получил крупную прямоугольную решетку радиатора С рисунком в виде вертикально расположенных светящихся планок По бокам от нее располагаются небольшого размера фары Со светодиодными дневными ходовыми огнями А в передний бампер встроены противотуманки Задние фонари узкие и горизонтально вытянутые на всю ширину кормы В центре находится название марки Имя модели также написано, но ниже и другим шрифтом У автомобиля пластиковый обвес по периметру кузова Накладки на колесных арках Очень широкие задние стойки В которых есть узкие окошки для пассажиров, расположившихся на заднем диване Традиционную крышку багажника было решено заменить на выдвижную конструкцию Которая работает по принципу ящика комода Открывается просто как ящик Нужно только уметь его открыть Ранее Vezna выпустили другой внедорожный седан Atelux Расшифровывается как All Terrain Utility Luxury По сути, Palladium является более роскошной версией той модели В основе обоих автомобилей лежит пикап американского бренда Ram 1500 Интерьер автомобилю достался как раз от пикапа Он отличается только отделкой деталями из дерева и алюминия Главным отличием является сенсорный экран на водительской двери С его помощью можно управлять освещением в салоне, работой бортового холодильника и багажника А также открывать и закрывать иные отсеки для вещей в машине В автомобиле также имеются часы ручной работы, которые созданы с использованием золота и палладия Вот гляньте, сколько золота прикупили Эзнам оснастил Palladium мотором V8 с двумя турбокомпрессорами Его объем составляет 5,7 литра Мощность 710 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач У внедорожного седана полный привод С места до сотни модель разгоняется за 4,5 секунды А его максимальная скорость равна 210 км в час Всего итальянцы планируют выпустить 10 экземпляров Palladium Каждый покупатель сможет полностью настроить все детали седана под себя Информации о цене компания решила не делиться Известно, что в Эзнам рассчитывают получить заказы из Китая, России, США и стран Ближнего Востока Скорость автомобиля Рено решили ограничить Чтобы обуздать высокую скорость, которая становится причиной более трети несчастных случаев со смертельным исходом Она будет ограничена в зависимости от автомобиля И не станет превышать 180 км в час независимо от модели Рено или Дача Это слова генерального директора группы Рено Им турист хорошо говорит А что он говорит конкретно? А пес его знает Таким образом Рено последует примеру Вольво, которая ввела это ограничение в 2020 году Единственная глава Рено, который представил акционерам группы свою социальную и экологическую дорожную карту Не уточнил, будет ли применяться правило 180 км в час к спортивному бренду Alpine Потрудитесь объяснить В любом случае, новый электрический Меган, запуск которого намечен на 2022 год, будет оснащен круиз-контролем, установленным по умолчанию Его скорость ограничат 160 км в час В более широком смысле автомобили будут оснащены автоматическим регулятором, установленным по умолчанию Который будет корректировать разрешенную скорость в соответствии с указателями и данными геолокации Ограничитель скорости, получивший название инструктор безопасности, также будет учитывать опасные повороты и перекрестки с круговым движением Пап, ты чё сегодня так тихо ехал? Не суй свой нос в чужие дела Также он сможет взять на себя функцию управления на основе данных о транспортном средстве, прогнозе погоды или измерения внимания водителя Если датчики обнаружат, что руки водителя больше не находятся на рулевом колесе, автомобиль автоматически будет перемещен и припаркуется в безопасном месте В прошлом году стало известно о том, что компания Tesla полностью упразднила свой скромный пиар-отдел, хотя официально об этом не сообщалось Совсем недавно Илон Маск подтвердил, что никаких системных связей с общественностью у компании нет и не будет Спектакля не будет Tesla перестала отвечать на запросы прессы с середины прошлого года А в октябре было оглашено, что пиар-отдела у Tesla больше нет, и отвечать на вопросы журналистов в ней больше некому Впрочем, и до лета 20-го года Tesla реагировала на письма и обращения СМИ со скрипом Ответы приходили с задержкой или не приходили вовсе Так как скромный размер пиар-отдела явно не соответствовал масштабам деятельности Tesla Ставший в прошлом году самой дорогой автомобильной компанией в мире А Илон Маск благодаря этому стал самым богатым человеком на Земле А также на Луне и Марсе, которые он собирается колонизировать еще при своей жизни Молодец! Настоящий парень! Ага! Доведя Tesla до успеха и заработав многомиллиардное состояние, Маск мог бы устроить в ней самый крутой пиар-отдел в отрасли Но вместо этого он предпочел его расформировать И стал фактически единственным источником новостей Точнее, его страничка в Твиттере Где ценные сведения о планах Tesla перемежаются с отчетами о стартах и посадках ракет SpaceX Демотиваторами, прикольными картинками и редкими кадрами из личной жизни Вот так вот, Катюша Все производство, общественные нагрузки, самообразование Никакой личной жизни Илон Маск продолжает общаться с избранными СМИ и давать редкие интервью Но никаких системных коммуникаций с общественностью у Tesla сейчас нет Иногда Маск реагирует на вопросы в Твиттере И недавно он ответил на несколько просьб вернуть в строй пиар-отдел Чтобы люди лучше понимали, как работает Tesla Ведь работает она не так, как другие автомобильные компании И это порождает много вопросов Маск на это ответил, что пусть другие компании тратят деньги на рекламу и манипулирование общественным мнением А Tesla предпочитает сосредоточиться на продукте Маск сказал, что доверяет людям и что предпочитает гражданскую журналистику профессиональной Понимать это надо так, что вопрос с пиар-отделом решен окончательно И пересмотру не подлежит И чтобы я больше этого не слышал Поняли меня? Понял Не услышите Между тем, именно сейчас в компании Tesla накопилось очень много вопросов В связи с чередой аварии ее машин Которые происходят на фоне развертывания потребительского бета-тестирования программы FSD Full Self Driving Или так называемого полного автопилота Юридический статус FSD находится в серой зоне законодательства То есть никак не регулируется Что вызывает тревогу и у общества, и у властей Неплохо было бы как-то снять напряжение Грамотная пиар-компания, хотя бы по беспилотному направлению, пришлась бы сейчас очень кстати В прошлом месяце некоторые покупатели Tesla столкнулись с двойным списанием денег за приобретенные машины После чего долго не могли дозвониться до компании А дозвонившись, получали ответ «разбирайтесь с банком» Хотя ошибка была именно на стороне продавца Разве таким образом строится доверительное отношение между производителем и потребителем? Это просто хамство! Ну и по-прежнему актуальны проблемы с качеством электромобилей Tesla Которые компания зачастую не хочет признавать Оставляя клиентов один на один с неисправностью В шанхайском автосалоне молодая женщина в знак протеста забралась на крышу выставочной Model 3 Выяснилось, что протестующая сама является владелицей такой же модели У которой отказали тормоза Из-за чего ее семья чуть не погибла Возможно, никакого отказа тормозов на самом деле не было Или женщина просто неадекватная Но почему-то складывается ощущение, что компания довела ее до иступления именно своим безразличием Понятно, что Илон Маск великий предприниматель, мыслящий космическими масштабами И ему просто некогда возиться с капризными клиентами и пронырливыми журналистами Которые придираются и задают неприятные вопросы Но так устроено общество Проблемы нужно решать, а на вопросы отвечать Иначе негативный фонд в какой-то момент достигнет критического уровня И начнет разрушать компанию Другое дело, что запас прочности у Тесла может оказаться таким большим Что к моменту обрушения Илона Маска с нами уже не будет Его полностью поглотит строительство нового дивного мира на другой планете Что? Что такое, дорогой? Птичку? Жалко Не грусти, слушай автошоп Автоприколы Кем вы работаете? Ну, я помогаю людям приобрести свое место в данный момент их жизни Так вы психолог? Нет, я таксист Лада на Руси была богиней брака Так что Автоваз правильно назвал свой автомобиль Если б не давка в маршрутке, вообще бы личной жизни не было бы Автоприколы На сегодня это все С вами были Автошоп и Александр Фролов Встретимся через неделю Желаю всем бодрости духа и удачи на дорогах Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова